Итак, меньше двух недель осталось до Дома Дракона, второго сезона. В год Дракона, Дом Дракона, второй сезон. И здесь будут невероятно мощные разборы второго сезона. И перед тем, как начать это все, месяц празднований, как я говорил на канале, здесь будут разборы по Игре Престолов, по Дому Дракона, по подкастам Дому Дракона. И вот эти два ролика, сейчас который выходит по разбору первой серии, первого сезона, а потом финальной серии, выйдет также через пару дней ролик. Это для осмысления, для восстановления в памяти очень важных моментов, которые потом будут очень полезны, когда начнется новый сезон, поверьте мне. Итак, приветствую вас, Армия Драконов. И заревели все драконы, как один дракон. Голос Рейниры рассказывает нам о Великом Совете. В Великом Совете, когда Дом Дракона, когда Таргариены были в полной, максимальной мощи, и правитель на троне был уверенный в себе, волевой, не как Визерис. И он понимал, что после гибели правителя, в чем его, наверное, величайшая мудрость, есть большие правители, есть великие личности в истории, не написанной, не выдуманной, а в настоящей нашей с вами истории. И они часто упускали, знаете вы сами, этот момент, кто будет после них. И потом начинались вот эти конфликты, эти войны, которые ввергали часто в страну, в кровопролитие. Вот здесь Джей Хэррис был мудр, и он решил, что надо заранее разрешить этот вопрос. Он уже пожилой, вот-вот его не станет. Чтобы ничего не было. И созвал он всех. Огромное количество домов собраны были там. И в итоге остаются два кандидата. Рейнис и Визерис. Два человека, больше никого не осталось. И из них и побеждает уверенно Визерис, побеждает в этом голосовании. Я говорил, когда раньше были разборы, что если мы расширяем и пытаемся сделать эту вселенную живой, настоящей, то я говорил, что скорее всего за голосами, которые были там собраны, мог стоять сам Отто Хайтауэр, потому что он великий манипулятор и серый кардинал. Джей Хэррис уже очень пожилой, а Отто уже был в то время на должности. И он вполне мог повлиять на голосование, потому что, ну, выбирая между Рейнис и Визерисом, конечно, ему выгоден слабохарактерный правитель, как Визерис. Все уже к тому моменту, очевидно, понимали и знали его как человека. А вот Рейнис, ну, во-первых, уже ее муж был бы достаточным звеном в этой цепи, чтобы Отто не стала вообще ни на какой должности. Да и сама она уверенная в себе всегда была. Ей не получилось бы, ею не получилось бы манипулировать, как Визерисом. И нам показывают сразу по выражению лица. И вот здесь мы уже по лицу понимаем, что это для него великая страшная ноша. Не хотел он этого времени, надеялся, что оно пройдет стороной. Он был бы счастлив, если бы Рейнис стала правительницей. Почему? Он не обладает главным качеством для правителя. Правитель должен быть способным принимать решение, а Визерис не умеет принимать решение совершенно. Ему очень тяжело сделать этот выбор. Главная его проблема быть или не быть. Волки сыты, овцы целы. Не может, он хочет и того, и этого. Отто знает об этом. Я не говорю, что это было заложено, но если бы мы расширяли этих персонажей, если они для нас настоящие и объемные, то вполне из вот этого мира и того Отто Хайтавера, которого мы видели в первом сезоне, получается так, что вполне он мог повлиять на это голосование. О чем нет ни слова, конечно, в самом повествовании. Так Визерис стал правителем. Все, он полноправный правитель. И вот уже проходят годы. Он правит, и вот у него есть эта дочка Рейнира, которая и встречает нас на первом драконе, на Сайроксе. И она дружит с Элисентой. И здесь я должен сказать, конечно, опять же, продолжая эту линию Отто, очевидно, оставшаяся за кадром, но понятное из дальнейших действий Отто и как он общается с дочерью, что не случайно это дружба. Все, что вообще делает Отто Хайтавер, случайным не бывает. Что, конечно, он сподвиг свою дочку дружить с дочерью правителя. Не случайно эти отношения укрепляет так себя, укрепляет так свою позицию. Истинный кукловод здесь, серый кардинал, он управляет Визерисом, да, Визерис король, но управляет его мыслями, его действиями. Вот он знает все болевые точки. И вот сразу же мы видим, что главное он хочет сделать. Его главная цель отодвинуть от Визериса его брата Дэймона. Дискредитировать максимально Дэймона. И он этого добился. Он это идеально выстраивает. Каждая должность, которую получает Дэймон, дискредитирована кем? Просто так? Дэймон сам обосрался? Кто-то другой донес? Нет. Первый, кто приносит всегда эти весточки, Отто. Отто всегда рассказывает Визерису, что вот облажался твой брат, вот облажался твой брат, вот облажался твой брат. И еще раз облажавшись, уже Визерис его отправляет, еще раз снимает с одной должности. И вот теперь у него есть новая возможность проявить себя золотые плащи. И вот получив эту должность, теперь он хочет реорганизовать и доказать брату, что он способен что-то делать. И действительно, выделенные деньги, он не прокушал их в своих борделях, в которых он действительно бывает. Нет. Он, побывав в борделях, он после этого и делом может заняться. Он из банды, практически банды алкоголиков, собрал настоящую, полноценную, действенную армию, которая может действовать в рамках города, которые подчиняются ему. И нам показывают конкретные действия. Город, за время того, что никто не следил за ним, действительно, там уже грабежи, убийства, насилие, на постоянной основе внизу находятся, вот там. Но скоро будет турнир, потому что Визерис в преддверии, в ожидании сына призвал всех на турнир. И Деймон логично понимает, что город-то надо очистить и проявить себя, показать брату. И действует он решительно, жестко, как умеет только Таргариен, как умеет Деймон. Но здесь абсолютно оправданно, потому что действия его были направлены против кого? Против преступников. Он необычных людей избивал, убивал. Он выстроил хорошую, четкую систему, подчиненную ему. До него и этой системы не было. Он создал золотых плащей здесь. И после этого они проявили себя в действии. Очистили город от всей этой нечисти. И показали, показали, что теперь здесь есть вот эта рука. И никто больше так вести себя не будет. Никто так беспредельничать не будет. Потому что просто при них вот ночью там кого-то насиловали, кому отрезали яйца, кого-то грабили, кого-то убивали, то есть бандитизм везде на каждом шагу. Ну а что, власти там нет внизу. Теперь есть. И казалось бы, весь, за которую его надо похвалить, награду дать, но тут и проявляется вся работа ОТО. Кто первый доносит Физерису об этом? ОТО. Как он это преподносит? Это можно было бы преподнести. Молодец! Ваш брат на новой должности проявился и очистил город. Как он преподносит? Кровавая бойня! Кошмар! Ужас! Что он там делает? Бесчинство! А Физерису так и хочется всей душой порадоваться за брата. Но здесь он как бы и брата не ругает. Но и в то же время не может и похвалить его. Понимаете, ОТО уже преподнес все как дерьмо на Малом Совете. Он сразу дискредитировал Дэймона. И Дэймон это ему припомнит. Припомнит, потому что скоро будет турнир. Дэймон придет и первым он выберет кого? Сына Оту. И жестоко унизительно победит его, сбросив с коня, чтобы тот травмировался. Это его ответ. Как мог ответил. Визерис не правитель. Не прав, не напрасно он так боялся того, что получил эту ношу. Вот что здесь происходит. И говоря о ноше, здесь очень хорошо показана эта тема ноши. Ноша это, как я говорил, аналогия символиста тернового венца. Терновый венец это кровавый венец. И вот у Визериса трон для него терновый венец. И мы видим, как он его разрушает. Именно физически. Та самая первая рана нам показывает, не заживает, она говорят. В конце серии он снова режет себя. То есть для него корона это терновый венец. Для него это адская мучительная ноша, которую он не вывозит. Которая его убивает медленно. И это здорово здесь показано. Он знает, мы это в конце узнаем, чего он знает. Что не просто это быть правителем. То, что опять же осталось за кадром. Джей Хэрис ему передал страшную тайну. Что оказывается еще правитель должен и думать о том, что будет апокалипсис, конец света какой-то там и кинжал передается. Что какой-то ужас придет с севера и надо быть готовым. Именно Таргарион должен быть на престоле. Или все. И вот он из-за этого переживает. Это надо все понимать. Понимая только это, мы понимаем причины следственной связи, действий и поступков Визериса. Какие? Ему нужен мальчик, правитель. Мы уже понимаем. Дэймону он не может доверять. Он для него взрывоопасный, а дискредитированный Ото еще более. Рейнира девочка, на которую он даже не ставит. Надо посмотреть, как к ней относится. Она такая любимая дочка матери и отца. Они даже не рассматривали ее как вариант. Единственный выход, который он видит, пацана. А как будто он прямо проклят. Что ни роды, что ни попытки, все напрасно. И уже не молодая жена. И уже для нее это риски для жизни. Но в этот раз случилось оно. Сон. Мне снился сон. Яснее яви. Он видел это и он знает, как у Таргариенов бывают эти вещи и сны. И он думает, что это тот самый вещий сон. Мальчик родится. Мальчик по-любому. В этот раз мальчик. И он даже объявляет вот этот самый турнир. До. Хотя ему говорят турнир. Такие затраты. Все дела. Может сначала родиться. Понимая, что каждый раз плохо. Все заканчивалось. В этот раз знаете, он как будто себя убеждая. Понимая, что вот больше шансов и не будет. Для него это финал. Жену он очень любит. Мы видим, что у них есть отношения. Мы знаем, какие бывают отношения. У Роберта, например. Мы помним, какие были отношения. Здесь же настоящий союз. Он печется о жене, но он ей всего не может сказать, почему он ее заставляет еще раз рожать. Она говорит, последний раз больше не смогу. И он с болью в сердце упрашивает ее еще раз. Надо. И вот он. Турнир. Турнир эпичный. Я как говорил, визуально, если сравнивать первые серии Игры Престолов, да там хлев какой-то был. Здесь невероятно мощно выстроено и драма в турнире выстроена. Здорово. Моя любимая часть, одна из любимых частей первой серии, если не любимая, это турнир. Потому что это невероятно повышающееся по накалу мероприятие, которое начинается очень так легко, очень весело. Кажется, такой средневековый добрый турнир, и все заканчивается кровью невероятной, которая на нескольких уровнях возникает. Потому что параллельно, как будет проливаться кровь и убийство здесь, кровь и убийство происходят там, на родах. Это очень важный момент. Я знаю, многие разборщики начинали душнить и рассказывать, боже мой, средневековые турниры, ну кто бы убивал друг друга, это неправильно, не понимая, что здесь есть более важная, заложенная, драматическая идея. Показать кровь здесь против крови там. И то, на что они отвлекаются, и то, что им не нравится, бред собачий. Этим можно пожертвовать. Этим реализмом средневековым, что на турнирах так бы не убивали люди из достойных родов. Тут важнее было другое показать. Вот эту связь. И как все начинается? Нам показывают того, кто проявил себя, вот этот неожиданный герой. Коль. Коль проявляет себя, вот он приехал в столицу и проявляет себя. Одного вырубил, второго, баратеонов двух, он там уложил сразу же. Проявляет себя максимально, но тут приезжает Дэймон. И опять же, критика была этому самому шлему Дэймона в виде дракона. Ну, во-первых, тут тогда Мартина надо критиковать, он любит эти шлемы. Во-вторых, то есть это близко к канону. Во-вторых, это соответствует характеру Дэймона. Понимаете, вот Дэймон бы вышел именно так. Понимаете, Дэймон это тот человек, который, знаете, это человек, который будет мчаться на скорости на мотоцикле без шлема. Если вы понимаете, о чем я. То есть, это часть его характера ходить по краю, рисковать. И здесь как бы вот такой на самом деле непригодный, непрактичный, опасный даже в бою для него шлем, это наоборот больше показывает о его вот этом характере риском. Вот такой я смелый и молодец. Вы, а все ведь остальные в настоящих, обычных, таких средневековых закрытых шлемах. Мне нечего бояться. Понимаете, какой я? То есть, это наоборот проявляет его как вот это его характер, вот этот такой дерзкий. Ну и в конце вот повышается градус, повышается и в конце они встречаются два лучших. Дэймон всех победил, вынес и Коль всех победил. Для Коля это шанс проявить себя. Он одержим, он хочет, он уже вот здесь влюбился в эту принцессу Рейниру и хочет показать себя здесь и сейчас. Показать, чего он может, жаждет этого всего. В этот именно момент параллельно вот происходит тот ужас там с родами. Ребенок не выходит и есть варианты, которые говорят Визерису. Либо оба умирают, либо мальчика можно спасти, но тогда надо будет просто выпотрошить его жену. И казалось бы, вот здесь ответ, как вот такой безвольный, неуверенный в себе Визерис принимает это решение? Как? Он ее любит, он неуверенный, он безотто не может принять решение, как он здесь принял? Ответ только при повторных просмотрах и понимании, что перед ним понимание, а если мальчик не родится, я останусь без потомка, не Таргариен будет на престоле, конец света будет. Вопрос, апокалипсис, конец света или любимая жена? И он берет еще дополнитель, вот это его ноша, это его вот этот терновый венец кровавый, он готов его дальше нести, для него это будет всю жизнь некое действие, за которое он будет винить себя, но становится еще хуже для Визерис, знаете, как будто его добивают еще, нет, нет, мучайся больше, ребенок не выжил, напрасно ты мучил свою жену, напрасно ты ее только что истязал и сделал все, что сделали там. Вся эта битва за престол, она всегда кровавая, жестокая и вообще даже эти роды, вся эта серия, если вы посмотрите здесь интро, интро показывает нам проливающуюся и двигающуюся кровь и заводящую механизмы везде кровь, то есть все выстроено на кровных связях, род, это тоже кровь и очень важно к какому роду ты относишься, очень важно, чтобы твой род удержался, Ото топит за свой род хай-таверов и делает все, чтобы возвысить его, это тоже здесь, то есть на нескольких уровнях вот эта тема крови, крови в плане рода, крови в плане крови, которую придется отдать и заплатить ради трона, вот все это здесь переплетается, и та жестокость, которую мы видели в Игре Престолов, здесь она вдруг резко проявляется, до этого, знаете, как будто было затишье перед бурей, ну а дальше все, жена погибла, ребенок погиб, отношения с любимой дочкой, а мы видели, как Визелис к ней относился, теперь отношения испорчены, она обижена на отца, она переживала, и она все время говорила, я за маму переживаю, и мама погибла, и она винит отца, что вот это его безумное рвение, мальчика, мальчика, она же не понимает, какая ноша на нем, она же не понимает, о чем он думал, почему он это делает, и вот этот разлад, который вот он чувствует, как акула, он им пользуется, и теперь он понимает, что есть опасность, потому что сейчас кандидат это Дэймон Таргариен, его главный враг, надо убрать Дэймона, и он созывает совет, говорит, король, трагедия трагедии, переживания переживаниями, но, надо решить, кто следующий правитель, вот чего не ожидал Визерис так этого, и он говорит, Дэймон не может быть, ну вы же понимаете, я его всегда дискредитирую, как он может быть, именно он придумывает, может кто-то из вас забыл, Рейниру, правительнице, сделал Ото Хайтауэр, это был его план, почему, потому что из двух зол выбирают меньше, он понимал, что главное выбить из игры Дэймона, второй момент, он увидел эту открывшуюся ячейку, эту точку, это место на шахматной доске, жена Визериса, пока никто не догадался, а он уже догадался, а он уже отправляет свою дочку, Алисенту, которая и так оторвала, все там на руках, вся в крови, одень платье матери, она, заметьте, она все поняла, пойди к королю, подержи, она все поняла, из этого и есть прочтение, что он ее отправлял и раньше, ну имеется ввиду, Крейнири подружиться, то есть все это было, там, отправляет дочь, плевать на ее внутреннее состояние, она вся уже сломленная, деформированная морально, он играет важную игру, надо понимать, он думает о своем доме, доме Хайтауэра, Отто добьется своего, опять же добился Отто, заметьте, почему, потому что Дэймон, выслушав весь этот разговор, а он подслушивал, потом в борделе, сказал лишнего, выпивая, и как, кто думает, везде есть уши Отто Хайтауэра, Отто донес Визерису все, что он оскорбил, память, и надсмехался над его сыном, который прожил всего лишь там пару часов, преподнес снова, но я еще раз говорю, это мастер, мастер этих подковерных игр, и что? Визерис вызывает брата, и что разговор, и тут Дэймон правду ему говорит, каждый, понимаете, каждый скорбит по-своему, он дает помать, что я скорблю, но у меня по-своему это получается, он ему прямо говорит, что твой Отто, тварь последняя, и я должен быть на его месте, но у Отто все получилось, у Отто получилось дискредитировать и создать разлад между братьями, и он это будет, вы помните, усиливать только. И вот какой путь Рейнира прошла в первой серии, девочка вначале, не знавшая вообще бед, жившая в отличие от Алисенты, она жила вот этой легкой жизнью принцессы, Алисента уже там, папа ее заставлял в подковерных играх играть, она же легко жила, вот эта легкая жизнь, ребенка счастливого, мама здесь, папа, дядя, вся жизнь крутится вокруг нее, сказка, и конец серии, она теряет ближайшую себе маму, она теряет отношения с папой, дядя вот сейчас тоже уже улетает, все, его здесь не будет, все в семье, просто полный разлад, и к этому добивается большее, теперь от нее резко требует повзрослеть, на нее скидывается ответственность, Визерис такой, ты будешь следующей правительницей, и не просто, и выкидывает на нее эту тему, сверх задачи апокалипсиса, представьте, тебе надо сразу повзрослеть, резко на тебя это вот все выбросили, сразу же, и ты должен это принять, у тебя вариантов нет, вот тебе не оставили вариантов, вот так вот, резко повзрослей, за пару дней, что называется, без вариантов, человек, который все это завел и создал, оту Хайтауэр, перед ним можно снять шляпу, за его подковерные игры, вот такая она мощная была, первая серия первого сезона, это достойнейший, еще раз повторю, сериал, ну и надеюсь, я восстановил в вашей памяти, все, что нужно для второго сезона, будет еще разбор финальной серии, чтобы окончательно, вы уже будете полностью готовы, с пониманием смотреть дальше, это все, надеюсь, вам понравилось, откликнитесь, армия драконов, пишите в комментариях, еще раз говорю, празднования идут, поэтому будут разборы, и по игре престолов, второй сезон, вторая серия, скоро будет, выйдет обязательно, и еще пару роликов, это мы только разогреваемся, как вы понимаете, это я только, вот сейчас создаю, как я люблю говорить, фундамент, не более того, настоящая игра, все по-настоящему и серьезно, начнется с первой серии, второго сезона, там будет уже все без шуток, я вам обещаю, максимально мощно все будет, на другом уровне, ну а вы были на канале, что посмотреть, и с вами был я, ваш проводник, в мир искусства кино, гражданин режиссер, до скорых встреч, пока. Субтитры создавал DimaTorzok